В Петербурге открылся Добро-центр, где любой горожанин может попробовать реализовать в жизни свои социальные проекты. Все подробности у нашей коллеги Анны Смирновой. Анна, наша добрая фея, уже творит добро в прямом эфире. Да. Анечка, тебе слово. Да, коллеги, доброе утро. Действительно, жизнь волонтера, она похожа вот на эту яркую инсталляцию из лент. В ней полно разных событий, вот таких разноцветных, ярких, а главное, много новых впечатлений. О новом центре нам расскажет Екатерина Деневич. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот зачем нужен такой центр? Ведь, казалось бы, есть и общегородской центр волонтеров. Да, конечно. Но городской центр, он объединяет в целом всех волонтеров города. Но ребятам было бы удобнее приходить в место, которое ближе к их месту жительства, к учебе, там, где они работают. Это помогает им более рационально в свое время. И здесь ребята могут не только поработать, какие-то свои инициативы предложить, но и просто провести время, чтобы им было интересно пообщаться между собой. Таким вот образом они сюда и приходят. Расскажите о том, с какими инициативами приходят чаще всего, потому что все-таки хоть добрый центр и открылся, но тем не менее волонтерское движение в Василиостровском районе уже, я знаю, действует и немало. Да, у нас волонтерское движение действует больше 10 лет. За это время ребята работали и со старшим поколением, помогают убирать квартиры, помогают ходить в магазин. Это очень востребованная такая услуга старшему поколению. Девочки больше любят заботиться о котиках и собачках. Мы помогаем приюту с кошачьему. Ребята регулярно ходят, убирают, там помогают ухаживать за кошками, помогают какие-то игрушки им делать. Даже выходят на мосту бетанкуры и кормят их. Я знаю, что на этой интерактивной доске мы можем увидеть те направления, которые выбрали Вы, как направление работы доброцентра. Да, действительно, здесь выбраны сервисы, которые мы для себя так сформулировали, направление которых бы ребята захотели работать. Это такая интересная доска, можно подойти, нажать кнопочку и сервис будет более расширенно представлен, можно прочитать, как-то для себя осмыслить и работать в данном направлении. Да, действительно, вот, например, узнать про сервис Добро.РФ и другие возможности волонтеров. Ну, а давайте пообщаемся с самими волонтерами, узнаем, они, конечно, тут уже занимаются чем-то интересным, полезным в 8 утра. Узнаем, для чего же Вам, дорогие друзья, нужен этот доброцентр? Ну, в первую очередь, это большой вклад в жизни других людей, как бы, делай добро, и оно вернется к тебе обязательно. И это прекрасная инициатива, в которую нужно вовлекать как можно больше людей, потому что, ну, в современном мире и так не очень много добра, и нужно его распространять и делать более доступным людям. Я знаю, что у Вас есть даже своя история о том, как Вы пришли к волонтерству, и она довольно трогательная. Да, у меня когда-то был лучший друг, который болел, и в свое время я была недостаточно взрослая, чтобы ему помочь, и первым моим поступком, когда мне исполнилось в 18 лет, это было донорство крови для нуждающихся людей, и с этого начался мой путь волонтера. Ну, вот видите, друзья, все по-разному приходят к волонтерству, но, тем не менее, стараются делать как можно больше добра. И, например, в прошлом году в Петербурге количество волонтеров оценивают в 60 тысяч человек. Друзья, давайте творить добро, друзья. Спасибо, Ань, с радостью. С нами на прямой связи была наша коллега Анна Смирнов.